МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Далее расскажем обо всем подробно. В конкурсе правительства Нижегородской области инвестиционный проект года. Ассоциация промышленников и предпринимателей появилась в Сарове чуть меньше года назад. Инициаторы ее создания утверждают, в городе давно не хватало такого связующего звена между бизнесом, органами власти и градообразующим предприятием. Организация нацелена не только на помощь представителям как малого, так и среднего бизнеса, но и на их объединение. Это то место, куда предприниматели могут прийти и сказать, что их не устраивает при взаимодействии с органами власти, что их не устраивает при оказании услуг городообразующему предпринимателю. Или наоборот, чем-то погордиться и поделиться своим опытом для того, чтобы кто-то другой это перенял. На очередном собрании ассоциации выступил глава города Александр Тихонов. Он рассказал, какую роль играет Саров в обсуждаемой стратегии Нижегородской области и какие предложения в этот документ были направлены от нашего города. Председатель Президиума Организации Сергей Тарасов рассказал о том, что было сделано на ассоциации за последние полгода, а также поздравил собравшихся с вступлением Саровской Организации в Нижегородскую Ассоциацию Промышленников и Предпринимателей. Мы с вами вступили в Ассоциацию Промышленников и Предпринимателей Нижегородской ассоциации наших предпринимателей. Вот она. Нам получили удостоверение, поэтому мы сегодня полноправные члены ассоциации наших предпринимателей Нижегородской нашей губернии. Также Сергей Тарасов поздравил члена ассоциации компанию «Саров Инвест» с победой в конкурсе правительства Нижегородской области «Инвестиционный проект года». Он вручил директору компании Павлу Харитонову памятные подарки и пожелал дальнейших успехов в реализации значимых для Сарова проектов, таких, каким стал жилой комплекс «Саровская ривьера». В финале заседания исполнительный директор ассоциации Татьяна Белина подчеркнула, что предприниматели могут обращаться в организацию со всеми вопросами по адресу улицы Железнодорожная, дом 4, кабинет 19 и по телефону 258-04. Депутат Государственной думы Александр Курзюмов посетил Саров. В программе рабочего визита, в том числе и встреча с горожанами, приглашая на которую народный избранник призывал саровчан не молчать, а жаловаться. И они жаловались. Из Сарова Александр Курзюмов увез более 50 обращений. Подробности далее. Недостроенная наркология, снятая с ветеранов труда льгот и бездействия органов ЖКХ, очереди на землю для многодетных семей. На встречу с депутатом Государственной думы жители Сарова пришли с самыми наболевшими вопросами. Александр Курзюмов всех внимательно выслушал и дал универсальный совет, как сделать, чтобы жалобы не остались лишь криком души, а принесли свои реальные плоды. Я просто вас прошу всегда жаловаться. Если у вас есть претензии, обязательно писать. Если вам не отвечают на ваше письмо в течение 30 дней, значит пишите мне. Мы тогда сами уже с этим будем разбираться. Договорились? А если что, можете прокуратуру написать на этого чиновника, что он не отвечает на ваше письмо. Это тоже все очень просто. Поэтому каждую жалобу народный избранник просил подкреплять письменным обращением, заполнить которое можно было прямо на встрече. Да и саму встречу Александр Курзюмов предпочел называть приемом граждан. Он подчеркнул, что приехал узнать о проблемах, с которыми сталкиваются саровчане, и по возможности помочь с их решением. Всего из Сарова депутат увез более 50 обращений. Мы по любым письмам, обращениям подаем запрос. В первую очередь, конечно, мы должны понимать, что происходит, а потом уже будем смотреть, где есть нарушение закона в отношении граждан. По словам Александра Курзюмова, как показывает практика, из 10 обращений удается помочь по 6. Результат, конечно, не стопроцентный, но очень неплохой. Самое главное, по мнению народного избранника, не замалчивать свои проблемы. Те, кто готов отстаивать свои права, в результате останутся в выигрыше. Вот вы пришли, слава богу, вам повезло. Я сейчас направлю в отношении вас, и вам помогут, понимаете? А другие-то не ходят, другие-то сидят. Кто не ходит никуда, в отношении того ничего не решается, понимаете? Это был первый визит Александра Курзюмова в Саров в качестве депутата Государственной Думы. Но, как пообещал сам народный избранник, не последний. В планах посещать наш город раз в квартал. Если не будет, проблем со въездом. Бюро пропусков и центральная комендатура воинской части 32-74, расположенные в доме номер 46 по проспекту Мира, с 17 сентября будут работать по новому адресу – проспект Музруково-4. Номера телефонов и график работы останутся без изменений. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 4 сентября в России вступил в силу новый порядок оформления электронных полюсов ОСАГО. Теперь договор страхования вступает в силу по истечении трех дней с момента его заключения. Раньше для вступления в силу электронных полюсов ОСАГО отсрочка не предусматривалась. Как пояснили в Центробанке, новые правила пришлось ввести из-за мошенников. Любители ездить без полюса и внезапно оформлять его лишь при попадании в ДТП. На следующей неделе в школах начнется сезон Олимпиад. Первый из них по искусству пройдет уже 11 сентября. Всего в перечне олимпиадных дисциплин 20 предметов, в том числе и астрономия, которая в этом году вернулась в школы. Последняя Олимпиада по ОБЖ пройдет 25 октября. Как пояснили в Департаменте образования, принять участие в интеллектуальном соревновании могут ученики с 4 по 11 классы. Ребята из начальной школы участвуют только в Олимпиадах по русскому языку и математике. Городская художественная галерея возобновляет вечерние кинопоказы. 6 сентября Саровчан приглашает посмотреть фильм «В небо за мечтой». Это история о парне по имени Пашка Новиков, который бредит всем, что связано с авиацией. И однажды судьба сводит его с настоящим летчиком-испытателем, которого подкупает искренняя любовь Пашки к самолетам. Что из всего этого выйдет, можно будет узнать в художественной галерее в четверг. Показ начнется в 18 часов. До открытия нового юбилейного сезона в Саровском драматическом театре остались считанные дни. На сцене последние репетиции премьерного спектакля в цехах финальные штрихи в подготовке костюмов, декорации и реквизита. Как идет подготовка к 70-му сезону в театре, выясняла наша съемочная группа. На финальных репетициях все как во время премьеры. Декорации расставлены, реквизит разложен по своим местам, свет и звук режиссеры на местах. На артистах уже готовые костюмы и играют они так, как будто бы на премьере. Юбилейный сезон в театре откроет комедия «Сумасшедшая квартирка» в постановке Сергея Кутасова. Пьеса о любви, о том, как молодой разорившийся граф попадает в чудовищные предлагаемые обстоятельства, в которых его спасает простая горничная. Спектакль поставлен по произведению Клода Манье в жанре комедия положений. По мнению режиссера, смотреться из зала она будет легко, а игра артистов, исполняющих главные роли, выше всяких похвал. И это результат нескольких недель репетиций. Он очень такой динамичный спектакль, очень подвижный в смысле именно, простите, за тавтологию движения на сцене, траты физической, восприятие очень ярких оценок фактов и событий актерами. В юбилейном сезоне Саровских театралов ждет множество спектаклей. Это и литературная музыкальная зарисовка по произведениям Булата Куджавы и другие интересные постановки. А под Новый год и маленьких, и больших зрителей порадуют знаменитой сказкой писателя Льюиса Кэрролла. В принципе, «Алиса в стране чудес» – это такая сказка на вырост. И вот я не знаю, как мы окончательно обозначим жанр, но пока что режиссер предлагает такой жанр, как оверсайз-стори, то есть история на вырост. Откроется юбилейный 70-й театральный сезон уже 7 сентября. Эту постановку стоит посмотреть. Она настолько легка и весела, что позволит зрителю отключиться от накопившихся забот и хлопот на 2,5 часа. 5 сентября отмечается Международный день благотворительности. На сегодняшний день в нашем городе работает ряд организаций, активисты которых оказывает безвозмездную помощь незащищенным категориям граждан. Волонтеры регулярно проводят благотворительные акции, посещают детские дома и центры социальной помощи. Несколько лет назад в Сарове была создана волонтерская группа «Движение навстречу». Подробнее о ней расскажем в следующем репортаже. Волонтеры группы «Движение навстречу» стали добрыми друзьями для воспитанников Темниковского и Потминского детских домов. Руководитель добровольческого отряда Милана Кузьменко объединила вокруг себя единомышленников – всех, кто готов бескорыстно помогать ближнему. Раз в месяц волонтеры собираются вместе и отправляются к своим юным подопечным с подарками и интересной развлекательной программой. В поездках участвует обычно от 10 до 20 человек, кто свободен в этот день, у кого есть желание, кого мы можем с собой взять, потому что не всегда, к сожалению, у нас хватает транспорта, мы ездим на собственном транспорте. Но лично я после возвращения оттуда, я испытываю какой-то колоссальный внутренний подъем. Мне очень нравится общаться с этими детьми. Каждый раз волонтеры приводят детям все самое необходимое – вещи, игрушки, канцелярские товары. Готовят интересные мастер-классы, в которых ребята участвуют с большим удовольствием. Мы туда приезжаем просто как в гости к друзьям. И видно, что они нас ждут, что даже вот между поездками мы всегда с ними списываемся, созваниваемся, всегда в курсе того, что у них происходит. В конце сентября волонтеры «Движение навстречу» вновь отправятся в детский дом. Чтобы принять участие в благотворительной акции и помочь детям-сиротам, достаточно просто написать организаторам волонтерской группы «Движение навстречу» ВКонтакте или позвонить по телефону 8 920 051 85 95. Ученица лицея номер 3 Екатерина Ивина будет получать стипендию имени академика Харитона. Такое решение утвердили приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. Саровчанку удостоилась поощрения за исключительные успехи в изучении естественно-математических дисциплин. Срок стипендии – один год. Подробности далее. Двухкратный победитель регионального и двухкратный призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике. За эти исключительные успехи в изучении естественно-математических дисциплин 11-классницы из лицея номер 3 Екатерине Ивиной назначены стипендии имени академика Харитона. Эту стипендию дают школьникам и студентам, отличившихся в учебе. Конечно, это очень здорово иметь такую награду. Стипендия имени Харитона присваивается школьникам и студентам каждый год. Кандидаты на ее получение выдвигаются советами школ или вузов Нижегородской области. Стипендия предназначена для того, чтобы поддержать талантливую молодежь в научных исследованиях и открытиях. Эта стипендия, наверное, поможет больше в приложении занятий по физике. То есть нужно много оборудования и заниматься с разными учителями в течение долгого времени. И она поможет мне в реализации моих дальнейших планов. В этом году Екатерина Ивина стала единственной в Сарове обладательницей престижной стипендии. Но это не повод расслабляться. Впереди ученицу ждут новые олимпиады и новые победы, которые в дальнейшем помогут ей поступить в вуз ее мечты. Восточная мудрость гласит – мед – лекарство от ста болезней. Полезное и вкусное лакомство саровчане могут приобрести в Центре культуры и досуга в Ниев. Там открывается выставка «Медовая феерия». Десятки сортов полезного и очень вкусного лакомства меда вы найдете в Центре культуры и досуга в Ниев. С 5 по 9 сентября там проходит ярмарка «Медовая феерия». Пчеловоды Михайловы предлагают своим покупателям лучшие сорта меда со своей пасеки, качество которых они гарантируют лично. Приезжая в наш город, они внимательно следят за тем, чтобы ассортимент полезного лакомства удовлетворял каждого. Поэтому на «Медовой феерии» можно найти достаточно редкие сорта меда. Например, дальневосточный шмелинный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А еще любимый многими хвойный мед. Конечно, на ярмарке вы найдете и традиционный мед. Липовый, майский, цветочный, высокогорный и мед с акации, который полезен и подходит как взрослым, так и детям. Мед с акации – очень хороший мед. Он, во-первых, не кристаллизуется, он очень долго стоит в жидком виде и полезен детям, аллергию не вызывает. Осенью в сезон простуд и вирусных заболеваний необходимо заботиться о своем иммунитете. И тут на помощь придет мед с продуктами пчеловодства. Например, хорош для профилактики прополисный мед. На ярмарке есть мед только с прополисом, а также с прополисом и кедровой живицей. Мед диких пчел также содержит в себе продукты пчеловодства – соты, пергу, пыльцу. Он, кстати, представлен и в фильтрованном варианте. А еще поможет укрепить вашу иммунную систему мед с пергой. Мед с пергой – это в первую очередь. С утра по чайной ложечке – это замечательная вещь для иммунитета. Иммунную систему укрепляет хорошо. А также еще и все хронические заболевания, потому что в перге очень много полезных свойств. Ну и, конечно, на ярмарке «Медовая феерия» вам предложат и сами продукты пчеловодства – перга, пыльца, маточное молочко и настойка прополиса на воде. Если вы самостоятельно не справитесь с выбором, пчеловоды Михайловы придут на помощь и посоветуют мед, который идеально подойдет вам. Ну и, конечно, все сорта можно попробовать лично. Не пропустите! Ярмарка «Медовая феерия» работает в Центре культуры и досуговнеев с 5 по 9 сентября с 10 утра до 6 вечера. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в YouTube и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Facebook. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии для вас работала Мария Посыпаем. Всего вам доброго и хороших вам новостей! Субтитры создавал DimaTorzok